итак смотри с вами топ гайв мы начинаем играть в казаредак за войско донское и тут есть множество разных путей власов тут есть путь германии так сказать 2 есть путь красных но мы пойдем по пути казаков я подумал что наверное это самый такой может быть прикольный потому что кавалерия очень давно не воевал может будет прикольный и повоевать посмотрим но вы если вдруг еще не подписаны обязательно подписывайтесь мы же начинаем поехали и вот он лорный ивентик у нас в общем-то было на прошло помогали мобилой армии потом с россией там вроде как мы чуть объединились но потом разъединились и нам помогла германия обрести независимость примерно такая у нас история но россия свои притязвания не так сказать обменила вот они наши древние традиции живущие по сей день да наша регулярная кавалерия может быть достаточно забавной под нашими бафами и это баф еще только сейчас потом будет еще больше пока что никаких фокусов у нас нету просто ждем пока выскочит какие-то ивенты сути армия растет но это предатели предатели мы такое не одобряем а вот и черный понедельник наверное по нам он тоже должен как-то ударить посмотрим вот она берлинский фондовый кризис до нас доходит не нас эффективность объем производства боже спасти нас от худшего она значит боже но я спасу эту страну и да немцы выводят капитал конечно же и так независимость калмыкия мы все можем сделать они почувствуют наш гнев однозначно наши дивизии появляются отправляем их всех на границу с калмыкией сейчас не разбираться сюда можно поставить генералами просто хороших ребят и сюда красного потому что между красного и богоевский я все-таки планирую выбирать красного то что богоевский потом пойдет республиканству но в теории наверное я не уверен как будто можно ему и сюда пойти им хотел пойти сюда и как будто это путь красного все-таки и так поискать доходят богоевский критикуют но это ненадолго и мы давайте как просто сделаем вот так и я думаю сейчас все по окружаем слушайте уклонились в коне нет не уклонились казалось ну вот она а вот и все три дивизии захвачены вообще давайте наверное сразу захватим все чтобы сэкономить побольше винтовок и получить их при капитуляции может сейчас будет кап да сколько мы получили неизвестно в любом случае дальше у нас по плану во первых сделать нашу дивизии все казацкими во вторых следующем противник у нас скорее все будет кубань и нужно это сделать достаточно оперативно чтобы они не согласны не экономики а у нас еще они прошли политический фокусы окей точнее ивенты в общем то нам нужно сделать это достаточно быстро чтобы они не вступили в рейхспакт или там канди гарантию не получили потому что они это тело очень любят я конечно же такое дело не люблю ну и наверное где-то дивизии 5 мы сможем сделать попробуем вот так судьба мы сразу можем интегрировать да прекрасно достраиваем один войны вот здесь потом будем наверное строить все в таком вот порядке сразу тоже не строим фабрики потому что нам нам нужно нужно воевать нам нужны просто винтовки и вот она краснов разгромил австанцев прелесть рима густо ли экономики начать по-быстрому постараемся пройти как минимум то эти два взять и потом наверное пойдем вот эти связи за что кубань как я говорил надо бы анонсировать побыстрее первая стадия есть немножко либо убрали старая но опять-таки эти два финансе заново разгонять но я думаю мы хотя почти визит 3 точно должны успеть и дуэнер концентрированную промышленность просто нам нужно выпустить максимум старения к войне с россией а значит у нас не особо тут есть пространство и я даже хотел еще здесь вот эту промку что это очень много фабрик для наших текущих фабрик скажем так остальное все не такое интересное хотя вот это хотел бы убрать но я боюсь что мы не успеем здесь по месяцу фокуса придут а я не знаю когда они вы тут они могут не войти вообще они могут войти через наверное несколько месяцев я идеальные тайминги не знаю и на кубани избраны черноморцы казаки украина они пришли с нарушениями на короче не хотят обвинить с украиной ну-ка давайте может поищем их вот о господи их флот поищем их фокусы увезем вот сказал флот классики да они в теории могут присоединиться к германии вот здесь на этот им нужно подвинуться не уверен не уверен как будто нас все таки есть время но давайте не рисковать у нас все-таки страна не такая безопасная в этом плане и объединяем казаков с германией ну-ка немцы соглашаются или нет с нами дружить до соглашаются прелесть 50 политки право проход мы получаем самое главное гарантия это очень для нас приятно если вдруг кто-то захочет нас есть скорее всего он этого делать не будет связь с астраханским войском пропускается я не знаю если честно какие должны быть условия чтобы она вообще сработала странный фокус но мы идем конечно же в кубань и доделываем наши дивизии ну и по итогам у нас 8 дивизий или я бы сказал одна такая наполовинку заполненная так что делаем вот так и наверное вот так и сразу делаем до следующую связь нам наверное не стоит просто задерживаться а готовится уже сразу воевать так что вопрос сразу решаем надеюсь там никакого не будет ивента который их кому-нибудь отдаст под какое-нибудь крыло понятно не ультиматум на без разницы мы добудем своей силой еще эксперта по кальдере поставил чтобы защиту бафнуть посмотрим сейчас как что будет у нас еще вообще есть статика идея сделать наверное лучше вот так будет чуть-чуть поинтересно будет не хватать снова такое умеренное количеством потихоньку заполним мобилизуемся чтобы быстрее новые военные заводы строить конечно же нормально война объявляется фокус ага я не могу и не могу войне это делать это делаю пока что наверное я какие фокусы на производство и о германии дает нам добровольцев прелесть матика попробуем также по окружать ребят ага я понял окружать ребята не очень нам получается за что они тоже нормально так себя чувствует так что сейчас будем маневрировать здесь но в целом вроде все не так плохо тем более что на востоке у них там снабжения нету я все еще нихрена там не вижу у меня нет разбит данных можно было бы попробовать вообще зарашить победные точки в принципе звучит кстати говоря как план тем более что у меня кавалерия ну слушать сюда звучит нормально делаем вот так сейчас здесь заберем вот это вот нам бы забрать конечно было бы неплохо но еще здесь новороссийск ставрополь и наверное это будет все они пошли туда но нам не сильно интересно что там происходит можем максимум подплачить а вот даже не пришлось получили тысячу винтовок прекрасно да давайте уже доделаем тогда фокус здесь вроде никто им помогать не должен уж спокойно так вот наверное о прелесть у нас есть винтовки на новой дивизии вот так наверное мы сделаем как-то играцию наверно сюда можно реинтегрировать прелесть получаем сразу людей получаем сразу всю промышленность кстати не так мало на самом деле уже в семнадцать суммарно фабрик потихоньку наша казацкая красная республика развивается союз начнется и этого пора добавить уже артиллерии в нашей дивизии также пускай не получают опыт уже с артиллерии и что давайте дойдем уже до бафа нашей экономики и достроим к этому моменту как раз немножко еще себе фазаков и смотришь здесь происходит появляется дойче гарнизон это прежде крон колония крым-таурин теперь-то урина ладно из украинской народной республики украина пошла коммунистов видимо кроме социал де пократе пока что может не может до коммунистов и не дойдет хотя распространение на архи идет не уверен помешается ли германия посмотрим стабилизация готова дебафа больше экономических нету давайте-ка разбираемся с тирекс войскам и у нас уже будет такой солидный союз я вам скажу дальше надо будет еще немножко под интегрировать это все дело но с этим мы уже справимся или в америке гражданской война не удивительно дать наш сразу дон кабанский союз начнем восстанавливать и нашим миом вдруг они согласятся сразу ну вообще мы готовы уже и к войне тут фронт конечно чуть-чуть поуже да не конечно же отклоняются что это поддержку войны что приятно но и на этом вроде у нас тоже есть где обмоневрировать нужно на каждую провинцию не хватает и видеть судя по всему что приятно для нас но я наверно планирую до конца фокуса их съесть давайте сейчас выдержим некоторых на диск вроде таких вот битв нас пускай будет там где наши дивизии не в защите пускай они атакуют чтобы был двойной двойная битва была еще и о вынуждена так а это будет больно для их войск для наших в принципе несколько тоже но умеренно умеренно вот в основном конечно они подгорят таких атаках хотя то что с низкая ширина фронта ну как 10 она такая ну достаточно низкая конечно вызывает нас чуть больше потери но это все что у нас есть как говорится больше не будет и сверенец я не успею пробиться все-таки эти ребята в горах и и все-таки нашли они дивизии на каждую провинцию но нас это устроит все говоря какие-то типов выбирают не знаю на счет дебафф но это дает нам фабрики где наказачья поиска а ну вот буду добавлены идея понял еще этот винт принимаем попозже чтобы эти дебаффы нам поменьше действовали на нас нормально жить можно и я вижу возможность я и конечно же буду пользоваться блокируем по максимуму их войска и проходим сквозь вот эти вот бреши в обороне а получается вроде очень успешно здесь сразу дивизию подокружим это можно сюда они вроде не должны особо после этого двигаться на посмотрим и как то вот так сейчас можно тоже пробежаться по победным точкам вот уже получилось неплохое окружение давайте его дожмем возможности здесь тоже подожмем и попробуем да здесь ребят тоже зажали мы прелесть капнуть они еще пока не хотят но чувство уже почти все вот в теории если они выйдут вот отсюда мы заберем эту точку то может они капнут с проверим нашу теорию и также поджимаем здесь немножко провинциям что здесь еще есть чтобы захватывать но если по всему мне еще нужно пятигорск ладно красиво не получается замариновать их но мы еще можем попробовать на самом деле вот если здесь как-то пробиться давайте их под душем так быть уже объем вот эту дивизию наверно что иначе она нам слишком много крови попьет как вот эти здесь и потом просто возьмем пятигорск здесь мы добили дивизию здесь мы добили дивизии теперь давайте делаем здесь наступление готовим а у нас еще организатор дивизии минус все говоря это тоже немаловажный фактор на самом деле давайте-ка вот сюда планируем нашу атаку здесь тоже сейчас поможем вы как чтобы не нести слишком большие потери я думаю это сможем пробить они еще в двойном двойной битве выглядит все достаточно перспективно для нас последняя дивизия в соседнем площадке поем и хватает прекрасно мы все же получили неплохое количество снаряжения но меня теперь устроит и наверное все интегрировать надо по кнопке или нет посмотрим сейчас в том случае добавляем сюда и что у нас дальше пойдет а меня администрация это все понятно дальше у нас будет россия хотел бы наверное перед этим с кем-то еще повоевать и что-то еще съесть допустим это территория они имеют очень много ресурсов и дополнительной фабрики но такой опциона с к сожалению это поэтому крайне мерить пока что войска идут от туда и готовим еще дивизии если вдруг есть идеальное развитие событие это революция в россии и гражданская война еще одна но по ощущениям такого не будет и мы уже делаем это все национальным поэтому там хотя песня целя за к это я не очень уверен что это то и ох как много у нас фабрика это всегда приятно видеть заводов военных тоже немало из нас очень мало людей и я не думаю что мы можем на это сильно повлиять к сожалению еще оттуда есть атака защита кавалерия вот истребители я бы наверное делал с нашим павором но у нас к сожалению увы технологий нормальных нету но можем чисто знаете хоть что-то попробовать начать хотя дорого конечно безумно может вот так остальное все вот сюда и объединение администрации чтобы избавиться от финальных дебафов еще получить кучу политики и ставки это нам нужно стопка особенно но польку потратим конечно же на мобилизацию на плюс бафы на строительство нам нужно продолжать строить военные заводы и по возможности стоит расширять нашу дивизию чтобы не было побольше базовая защита таким образом в принципе они не будут критовать у большого количества мало дивизии есть большая проблема в том что и получит много урона из-за как раз таки низкой защиты просто врагу нужно меньше атаки чтобы по ней критовать как бы принципе это объяснил но еще раз для понятия другой вопрос что в меньшем колесе дивизии будет больше атаки самой но тут как бы и организации надо понимать это другое вот мы север исследовали пвона тоже очень пригодится но параллельно будем исследовать вообще еще была идея пт-о но я думаю что такое себе это не сильно интересно вот самолеты поделать получше может быть полезным тем более что топлива у нас на них есть администрации были объединены прекрасно можем же вернуть родину но я пожалуй пошел иду сначала вот сюда получу еще четыре военных завода шки то видимо дивизии заспаунил делаем сюда делаем больше мэн пауэра нужно больше дивизии и конечно же начинаем строить уже пт-о и нет получили какой-то баф казак тех назывался он не знаю что это такое давайте проверим наша кавалерия все также и регулярная по атаке чуть-чуть хуже но лучше по защите чуть восстановления прочность скорость ну ладно и россия пошла очень жестко прокачиваться там сейчас до левую в россии да в принципе почти любые пути в россии имеет очень жесткие пафы на левая помню тоже нам бы наверное напасть на них пока у них раздробленный военный штаб и просто искать решение и еще надо понимать что тут еще будет война с трансамуром скорее всего потому что я вижу колчака здесь по ощущениям он должен воевать тоже так что посмотрим посмотрим но мне конечно стоит хоть какую-то армию выставить чтобы было чем броняться пока что нас по одной дивизии на пробку и это слабая дивизия этого мало и кто-то обосновать сами цель войны украинская народная республика ладно такого я не ожидал буду честен что поделать то особо ничего на самом-то деле будем готовиться когда воевать с ними ну и давайте наверно ставим все это ребята следующую серию доделаем мы нашу армию наша промышленность процветает для нашей страны который вначале имел все три войны взвода имеет сейчас 17 реально процветают ну и нам остается только как-то взять больше людей откуда-то ну мобилизуемся а там посмотрим а с вами было бы обязательно подписывайтесь если вдруг еще не подписаны лайк комментарии пишите все любят обычно до скорых встреч всем пока